МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых заметных событиях в стране и в мире расскажу в ближайшие несколько минут. В студии работает Вера Захарщук. Здравствуйте. Главы МИД Астанинского процесса провели внеочередную встречу в Москве. Обсудили сирийское урегулирование и подготовку к девятому раунду переговоров в столице Казахстана. В частности, министры иностранных дел Турции, Ирана и России говорили о гуманитарной ситуации в стране и возможностях оказания помощи сирийскому народу. Блок Москва-Тегеран-Стамбул подтвердил приверженность сохранению режима прекращения огня без альтернативности политико-дипломатического преодоления кризиса в стране, а также заинтересованность в целостности Сирии и полной победе над терроризмом. Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюдчево Шагул сообщил, что очередной раунд переговоров в Астане намечен на 14-15 мая. Мы сегодня твердо высказались за то, чтобы эти усилия продолжать. Договорились о конкретных шагах, которые все три наши страны и коллективно, и индивидуально будут предпринимать для того, чтобы вернуть всех нас на траекторию устойчивого продвижения к целям резолюции 2254. Кризис в Сирии не имеет военного решения. Это самое главное. Именно поэтому мы должны сосредоточиться на политическом урегулировании проблемы. Важно, чтобы все мировое сообщество это понимало. Никто не может нарушать территориальную целостность и суверенитет страны под каким-либо предлогом и политическим давлением. По меньшей мере 40 человек из племени Туарегов погибли в результате террористических атак в Мали. Об этом сообщили в ряде СМИ со ссылкой на губернатора региона Менекадо-Думайга. По его данным, атаки на отдельные деревни региона совершили джихадисты. Сначала боевики на мотоциклах атаковали город Андермабукане. Тогда погибли 12 человек. На следующий день они совершили второе нападение, жертвами которого стали 30 представителей народа Туарегов. Более точной информации о происшествии пока не поступало. Сразу два нападения совершили террористы в афганской провинции Нангархар. Сначала боевики атаковали КПП в уезде Гошта. Девять человек стали жертвами нападения. Среди них пятеро полицейских и четверо мирных жителей. Местные власти заявляют, что военные дали отпор и ликвидировали боевиков. Сколько нападавших удалось уничтожить, не уточняется. Второй теракт произошел в городе Джалалабад. Там взрыв прогремел на автобусной остановке. Погибли двое. Еще 12 человек получили различные ранения. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаки. В этом регионе страны активно действуют Талибан и Тегил. Останки более 140 детей обнаружили археологи на севере Перо. По словам ученых, все они были принесены в жертву более 500 лет назад. Специалисты предполагают, что детей убивали из-за мощных наводнений, от которых тогда страдало перуанское побережье. Раскопки проходили на севере страны, недалеко от города Трухильо. Археологи нашли там и останки более 200 лам, которых также принесли в жертву. Захоронение было построено в традициях доколумбовой культуры, чему, по данным National Geographic, это может быть крупнейшим в мире случаем детского жертвоприношения. Все найденные останки принадлежат детям в возрасте от 6 до 15 лет. У всех вскрыта грудная клетка, по всей видимости, чтобы вынуть их сердца. Именно таким образом представители культуры Чиму, существовавшей между 10 и 15 веками нашей эры на севере Перу, приносили в жертву своих отпрысков. 500 миллионов долларов выделит правительство Австралии на защиту большого барьерного рифа от последствий климатических изменений и загрязнения. Об этом сообщили в ряде местных СМИ. По их данным, большая часть средств, более 200 миллионов, пойдет на изменение метода введения сельского хозяйства для улучшения качества воды. Деньги заложат в бюджет в мае. Их планируется потратить в течение двух лет. Отмечу, это самое крупное. Осигнование на защиту окружающей среды за всю историю Австралии. По словам премьер-министра страны, большой барьерный риф – национальное достояние страны, приносящее в экономику почти 6,5 миллиардов долларов в год и создающее 64 тысячи новых рабочих мест. К слову, риф часто называют природным чудом света. Он является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами и насчитывает более 3000 отдельных рифов и 900 островов. Мы признаем, что большой барьерный риф находится не в лучшем состоянии. В 2016-2017 годах произошло значительное обесцвечивание кораллов. Глобальное потепление, циклон Дебби, а также морские звезды под названием Терновый венец, которые питаются кораллами, также способствовали разрушению рифа. Сейчас наша главная цель – улучшить качество воды. Казахстан стал примером единства, стабильности и солидарности для других государств. Таким мнением поделился первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Накануне он был назначен послом Ассамблеи народа Казахстана и принял участие в сессии организации. По его словам, нашей стране удалось сплотить под одним небом представителей более сотни этносов, которые живут в мире и согласии. Это делает Казахстан уникальным. Ассамблея выступает в качестве гаранта мира и стабильности в стране и в условиях модернизации Казахстана на АНК ложится выполнение многих задач. По словам президента, политика социального единства стала важным шагом на пути к формированию консолидированной нации. Ассамблея народа Казахстана – это центр мира и стабильности. А Казахстан – родина дружбы. Мы не гордимся нашими богатствами, мы гордимся нашей полиэтничностью. Это наше главное преимущество. У АНК важная роль. Это единственная организация, которая служит на благо межэтнического согласия. Недавно в закон ОБНК были внесены поправки. Согласно им расширяются полномочия ассамблеи. В Актюбинской области в мире и согласии живут представители 88 национальностей. Наглядный тому пример – жительница областного центра Нина Ноженкина. Лаборант по профессии, обучает казахскому языку своих коллег. Она не только свободно владеет государственным языком, но и в совершенстве знает обычаи и традиции казахского народа. С ней встретилась наш корреспондент Лейла Ауэсова. Нина Ноженкина родом из Атараусской области. Выросла в ауле, где с малых лет ей привили любовь к родной земле. Научили уважать старших и соблюдать обычаи коренного населения. В школе Нина любила казахский язык и литературу. Участвовала в олимпиадах и дома вся ее семья свободно говорит на казахском. Теперь молодая мама передает эти знания уже своему ребенку. Моя дочь, ей 3,5 года, ходит в детский сад. Также ходит она сейчас на данный момент в казахскую группу, поет гимн на казахском языке, уже знает слова с переводами на казахский язык. Очень довольна, ей очень интересно. 7 лет Нина Ноженкина работает в лаборатории, где выявляют ВИЧ-инфицированных. Здесь готовятся к празднику Единства народа Казахстана. А 12 мая медсестры отметят свой профессиональный праздник. От своей коллеги медики отзываются хорошо. В коллективе Нину любят за добросердечность. В любой момент она готова прийти на помощь своим пациентам. Она очень ответственна к своей работе. Пользуется авторитетом среди пациентов. Говорит на государственном языке. Очень приятно общается. Количество представителей некоренной национальности, свободно владеющих казахским языком, в регионе с каждым годом увеличивается. В областном доме дружбы обучают до 500 октябинцев в год. Там же работают семь воскресных школ, где всех желающих бесплатно обучают казахскому языку. Лайла Уэсова, Блат Молдогалеев, Айбек Даутов, Актубе, Хабар 24. Книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости» презентовали в Казани. Мероприятие провели в Доме дружбы народов Татарстана при поддержке генерального консульства. Книга президента, написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Особое внимание обращено на характеристики этапов строительства суверенного государства с момента основания. Описана суть казахстанской модели развития и большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации. Татарстан и Казахстан – это тоже особые отношения, два очень близких братских народа. Книга Назарбаева, она имеет научно-прикладное значение для всех людей, которые занимаются политикой, экономикой, наукой, культурой на постсоветском пространстве. В Балхаше благодаря программе «Рухани Жангуру» у дворца школьников появилось собственное здание. Более 10 лет он располагался на первом этаже жилого дома, и детям катастрофически не хватало места. Теперь у ребят есть возможность посещать около 50 кружков и объединений. Марина Толотарева расскажет подробности. Около 40 лет это здание не знало ремонта. На его реставрацию из городской казны было выделено свыше 140 миллионов тенге. Теперь здесь получают дополнительное образование будущие художники, военные, авиаконструкторы и даже депутаты. Во дворце создан детский маслехат. В основном мы привлекаем молодежь к участию в жизни деятельности нашего города. Получается, устраиваем субботники, также проводим различные мероприятия, круглые столы, ток-шоу. Во дворец школьников принимают и трехлетних малышей, и 18-летних юношей. Каждый может найти занятие на свой вкус. Здесь действует 49 кружков по различным направлениям – научно-техническому, спортивному, декоративно-прикладному. У нас 18 школ города, 10 тысяч детей около. Почти все, в основном, после обеденной, после уроков, конечно, они все здесь находятся. Во дворце школьников созданы все условия для детей, для выявления одаренных детей. Педагоги дополнительного образования успешно работают и с так называемыми трудными подростками, и с особенными детьми. Дворец школьников посещают 70 ребят с ограничениями по здоровью. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Асета Саина, Прагандинская область, Хабар-24. Региональный этап Всемирной олимпиады роботов стартовал в Павлодаре. В соревнованиях участвует более 200 школьников. Интеллектуальные состязания идут по трем номинациям – основной, творческий и футбол роботов. Впервые такой турнир прошел в 2004 году в Сингапуре. С тех пор популярность образовательной робототехники растет с каждым годом. В Павлодарской области этой дисциплиной увлекаются почти во всех школах. Победители нынешнего турнира получат право участвовать в национальном чемпионате. Сегодня я приехала с работы Кегель Ринг Квадра. Особенность работы в том, чтобы робот вытолкнул только белые кегли, а черные оставил на поле. Приехали не только ради победы, но и чтобы получить опыт в соревнованиях. Мы оцениваем по актуальности, по реализации, как ученик мог реализовать, с помощью каких двигателей, датчиков, работает ли робот автономно. У нас здесь есть творческая категория. Там дальше уже участники сами создают, без инструкции, сами создают роботов, которые помогают решать глобальную проблему. В Петропавловске появились смарт-скамейки. Теперь у североказахстанцев и гостей города есть возможность зарядить телефоны прямо под открытым небом и бесплатно получить Wi-Fi. Всего на центральных площадях Петропавловск установили четыре умные лавочки. Перепады температуры и осадки им не страшны. Сделаны они из дуба. Смарт-лавочки накапливают энергию через солнечные панели, которые установлены под сверхпрочным органическим стеклом. Оно может заряжать до двух телефонов через USB-порт и до трех телефонов с функцией беспроводной зарядки. Казахстанский боксер Даниар Елеусинов одержал первую победу в профессиональной карьере. Наш соотечественник одолел американца Ноа Кида техническим нокаутом уже в третьем раунде. За короткий промежуток времени казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун. После второго падения американца рефери не стал открывать счет и присудил Елеусинову победу техническим нокаутом. Соперники выступали в рамках вечера бокса на арене Барклэйс в Нью-Йорке, главным событием которого стал бой американского средневеса Даниэла Джейковса и поляка Мацея Сулецки. В андекарте вечера также выступил и американский боксер казахского происхождения Димаш Ниязов. После шести раундов единогласным решением судьи отдали победу его сопернику, мексиканцу Анхеле Серинану. Это первое поражение в карьере Димаша. Ранее 29-летний Ниязов одержал 13 побед, шесть из которых нокаутом. Отмечу, что Ниязов родился в Шимкенте, но в детстве вместе с семьей переехал в США. Бокс он совмещает с работой полицейского в Нью-Йорке. Это была последняя информация выпуска. Больше интересных новостей вы можете найти на нашем сайте 24.kz. Заходите. У меня к данному часу пока все. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»